Радикализация выступлений на улице просто неизбежна при таком поведении власти и вообще при таком качестве власти. Просто неизбежно, что народ будет выходить на улицы по всякому поводу и без, и довольно агрессивно. Ведь у нас же уничтожена парламентская демократия, у нас уничтожен студ выборов, у нас отсутствуют демократические механизмы, у нас абсолютно бесконтрольная власть, у нас абсолютно всевластная и всеполномочная. Ну и что вы хотите? Конечно, по любому поводу народ скоро вообще начнет выходить на улицы, ну дай бог, чтобы не крушили, не ломали, а просто мирно, так сказать, требовали от власти то, что положено ей делать в течение всего времени. Нелегальные мигранты вообще просто как бы громоотвод. Громоотвод. Говорите о национальной составляющей. Вот что еще возмущается в людях? Что слишком шумно себя ведут, слишком нагло, слишком... Но не все. А те, кто ведут, не все. Почему у нас нет полиции, нет прокуратуры, нет закона, нет инспекции. На рынках там все места заняты, как они говорят, южанами, скажем так, мягко, южанами. А кто им дает эти места? Наши люди, наши власти, наши инспекторы, наши проверяющие, наш этот Роспотребнадзор, который занимается Ганиченко больше, с гораздо большим удовольствием международными проблемами, нежели собственная работа здесь. Кто на рынках-то вот эту гегемонию южан установил? Роспотребнадзор, муниципальные власти, полиции, которые крышут эти рынки, различные инспекции. У нас в инспекции 159 штук, толку от них никакого нет. Абсолютно никакого толка. Чем больше инспекции, тем больше бардака и больше коррупции. Вся власть коррумпирована. За взятки можно отмазаться от уголовной ответственности, за взятки можно получить любые места, за взятки можно получить любые привилегии, за взятки можно прописаться где угодно, с кем угодно и как угодно. Мигранты живут в тех условиях, которые создают для них власть. Приезжие живут в тех условиях, которые организуют им власть. Если власть организует им такие условия, разбираться нужно с властью, а не с теми людьми, которые используют дефекты, пороки и болезни, изъяны нашей власти, для того, чтобы выживать как-то, или там зарабатывать, или составлять капитал. Ну и плюс давайте политические составляющие. Посмотрите, как себя ведут высокопоставленные чиновники из Кавказа здесь. Давно не были в гостинице какого-нибудь Мордисон славянской, хотя она славянская только по названию, а похоже, что она там давно уж кавказская. И посмотрите, как там, кортеджи огромные, стрельба на улицах, обвешанная, как елка игрушками, охрана всякими Стечкинами и Марголинами. Наша власть покупает лояльность этих высокопоставленных чинушек на Кавказе, покупает их лояльность и дает им индульгенцию на бесчинство, на вот этот беспредел. Что такое Берлево? Берлево это, знаете, это вот, когда идет какое-то серьезное там заболевание, ну что, извините, сравню с каким-то там серьезным простудным или гнойным. Это пока первый прыщик. Или второй там может быть прыщик после Пугачева, после Сагры, после там Кандапоги. А скоро это будет этих прыщиков там немерено, потому что болезнь-то внутри развивается, проблема не устраняется. Ну вот сейчас опять говорят, давайте этого посадим, этого найдем, базу закроем. Вот из какого перепугу закрывают овощную базу, которая кормит 30 или 40 процентов москвичей. Вот это маразм. Наша власть готова пожертвовать чужим имуществом ради того, чтобы только перевести стрелки. А почему здесь база? База убила Егора Щербакова? Или кто? Или его убил человек, который там по внешним признакам похож на жителя или выходца с Кавказа? Почему здесь база? Потому что там какие-то были проблемы? Ну хорошо, наведите порядок. Зачем же вы убиваете предприятие, на котором работает, наверное, там, я не знаю, сколько там работает, но по крайней мере, наверное, десятки, а может и сотни людей, раз это такая крупная база, и кормят пол Москвы. Поэтому в коррупционной стране бессмысленно вводить какие-либо режимные меры, полагая, что они решат проблему. Пока мы не избавимся от пороков и недостатков власти, нам вот эти второстепенные и третьстепенные меры вряд ли помогут.